У маленького Ярослава ответственное задание. Ему доверили оформлять клумбу. Тяжелый диагноз не помеха. Сегодня равны все. Это праздник оранжевое лето, который организовали родители детей-инвалидов, чтобы своим детям помочь с адаптацией, а здоровых научить терпимость и уважению. Для детей, конечно, хорошее настроение, какие-то полезные мастер-классы, опять же. Это главное для детей общение с другими семьями, с другими людьми. На празднике не только дети-инвалиды, их здоровые сверстники. Тут и ребята из детских домов и интернатов. Они тоже имеют право на хорошее настроение и творчество. Вместе с другими детьми рисуют ладошками и цветной крупой, делают оригами и выполняют спортивные задания. А еще всех гостей праздника удивляют своими фотографиями. Воспитанник Сосновского дома-интерната Сергей Князев показывает снимки и не скрывает гордости. Здесь у меня отобрали семь фотографий. Наверное, самые лучшие были. В течение нескольких месяцев с помощью волонтеров и благотворителей полсотни детей из детских домов области осваивали фотоискусство. То, что получилось, превзошло все ожидания организаторов акции «Право на творчество». И вот можно сегодня здесь увидеть наш мир глазами этих детей. Некоторые думают, что они живут в каком-то режиме совсем закрытом. Причем у нас сегодня, кроме детей из детских домов и школы интернатов, у нас есть дети еще из Мурыгины. Это особые дети. Но у них, на мой взгляд, одни из самых ярких фотографий сегодня. Праздник «Оранжевое лето», который объединяет здоровых детей и ребят с особыми судьбами и диагнозами, проводит в Кирове третий год подряд. И, как утверждают организаторы, к нему интересов все больше. И не только со стороны детей и родителей. Волонтеров, готовых прийти на помощь, тем, кому трудно, тоже становится больше. Особенно тянутся студенты. Люди многие хотят принести какую-то пользу, чем-то помочь. Просто нужно дать эту возможность людям, направить их, да, дать возможность им реализовать свою потребность в совершении доброго дела. Праздник в парке «Ополло» – это только маленькая часть большого благотворительного марафона, который продлится в Кирове до 12 июня. В течение полутора месяцев «Добрая Вятка» будет собирать деньги на лечение детей-инвалидов и помогать малоимущим семьям, сиротам и пожилым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!